Дорогие друзья, здравствуйте! На связи Игорь Полтавцев. И это, можно сказать, экстренное видео, которое я не планировал записывать ранее. И оно пойдет о вашей безопасности, когда вы приедете сюда на Бали. При поездке на Бали вас часто пугают какой-то малярией, комарами, акулами и еще много чем. А на самом деле настоящая опасность может лежать там, где вы того сами и не ждете. Одной из главных целей, когда мы приезжаем на Бали, является искупаться в океане. И океан очень сильно отличается от моря. Здесь присутствует такое понятие, как обратное течение. Эти течения океанские настолько сильные, что им не могут сопротивляться даже профессиональные спортсмены. Здесь огромные волны. И когда они накатывают, им некуда деваться. Они находят самое узкое горлышко в грунте, куда они уходят. И если вы попадетесь в это горлышко, то вас унесет далеко в океан. Как-то раз это случилось и со мной. Когда я поехал серфить, то начал замечать, что берег становится от меня все дальше и дальше. Я начал паниковать и пытаться сопротивляться этому течению. Но это не помогало. После 10 минут тщетных попыток, я понял, что моих сил уже просто недостаточно. А берег он очень далеко. И когда я уже было практически как бы сдался, то вспомнил про этот феномен и нашел способ, как из него выбраться. Мне повезло, что я был тогда на серферской доске и моя нога была привязана к этой доске. Я не представляю, что бы случилось, если бы я был сам по себе. Это могло закончиться совершенно по-другому. Мне повезло, что про этот феномен я уже знал ранее и смотрел об этом видео. И тогда, когда мои эмоции немножечко спали, я вспомнил о решении. Самое главное в такой ситуации не паниковать, если это получится сделать. И просто позволить океану тебя унести туда вглубь. Когда это течение в какой-то точке закончится, то вы сможете спокойно уплыть либо влево, либо вправо. И покинуть эту опасную зону. И спокойно себе доплыть до берега. Здесь самое главное не паниковать и не тратить свои силы понапрасну. Потому что когда вы в панике, то силы расходятся еще быстрее обычного. И вот снова спустя какое-то время эта история повторилась. Правда, уже не со мной. Она случилась с одной из участниц нашего сообщества RD2 на Бали Натальей Зуевой. Наташа, привет! Как хорошо, что все закончилось благополучно. И ты жива и невредима. Расскажи, пожалуйста, как это произошло. Привет, Игорь! На самом деле то, что произошло, это меня шокировало. Я не ожидала, что со мной может случиться такая ситуация. Меня полностью накрыло паникой. Я переживала после этого очень долго. И не могла успокоиться некоторое время. Но сейчас все позади. И я могу рассказать, поделиться своей историей. Я видела, на самом деле, что волны очень большие. Но мы добираемся так далеко, на самом деле. Деревня RD2 находится далеко от пляжа. Мы бываем там не каждый день. Поэтому я четко для себя определила, что я очень хочу искупаться. И что меня не остановят даже такие волны. А несколько человек плавало. Поэтому я подумала, что вполне ситуация нормальная. И, соответственно, с самоуверенностью пошла в воду. Я проплыла метров 20 и поняла, что это очень опасно. Что волны накрывают. Я еле справляюсь. Некоторое время я была на этих волнах и решила все-таки возвращаться. Когда приплыла к берегу, я понимала, что не могу найти дно. И меня сносит. Буквально уносит вниз. И песок из-под ног уходит. А наверх прибывают волны. Одна за другой. Одна за другой. Меня накрывает. Меня поглотила паника. Волны накрывали. Я захлебывалась. И уже не справлялась. Столько борьбы, столько сил ушло. Я была абсолютно обессилена. После пяти минут моей отчаянной борьбы с течением и с волнами я увидела внезапно проходящего парня из нашего сообщества. Из нашей деревни РД-2. И я стала звать на помощь. Сколько у меня было силы. Он не с первого раза меня услышал, потому что у меня уже не было сил кричать, звать. Антон не сразу понял, что произошло. И даже стал махать мне рукой. Что, мол, как хорошо ты плаваешь, как хорошо развлекаешься. Но когда я уже стала уходить на дно, он сообразил, что-то здесь неладно. И помог мне. Наташа, какие у тебя были чувства, когда ты оказалась на берегу? Оказавшись на берегу, я долго не могла прийти в себя. Я не могла успокоиться. Слезы душили меня. Страх, паника еще продолжались. И я долго еще эмоционировала. А после поблагодарила Антона, что он оказался рядом и что спас меня. Антон, никто не знает, как он поступит в кризисной ситуации. Скажи, тебе не страшно было лезть в эту воду с такими большими волнами и спасать Наташу? Ну, в тот момент я оказался рядом. Не знаю, может быть, это воля и судеб, чтобы помочь Наташе. И я даже не воспринимал это, что это была кризисная ситуация. Поэтому это просто было на автоматизме. И я просто залез в воду, подал руку, и все произошло буквально в течение нескольких секунд. Опять же, нужно иметь в виду, что я не воспринимал эти волны как сильные. Но для Наташи эти волны были сильные. И самое главное, что я считаю, что люди должны понимать, когда идут в воду купаться в океан, это рассчитывать свои силы, потому что у разных разные силы. Я бы дал рекомендацию, особенно тем, кто только приехал, кто на эмоциях, увидел всю эту красоту Бали, увидел океан, быть чуть-чуть осторожнее и оценивать свои силы, силы окружающих, присматривать за окружающими. Потому что океан несет очень большую энергию. И могут возникнуть ситуации, когда океан сильнее кого-либо из нас. Я очень благодарна тебе, Антон. А вам, ребята, я хочу сказать о том, что если вы видите на пляже предупреждающие красные флажки о том, что купаться здесь небезопасно, то это не вся информация. Потому что когда их нет, это тоже означает, что океан живой, и он может поменять течение абсолютно в любом месте, в разное время. То есть он непредсказуемый, океан живой. Поэтому будьте бдительны, особенно если вы девушка. Необходимо быть с кем-то. Кто вас сможет защитить? Ребят, я надеюсь, такая история с вами никогда не произойдет. Но тем не менее, дам вам от себя тоже два совета. Первое. Если вы едете в такую вот незнакомую для себя новую страну, то найдите каких-то друзей, знакомых, едьте с кем-то вместе. Или найдите людей, которые здесь уже живут долгое время. Второй совет. Если так случится, и вас будет засасывать обратное течение, то постарайтесь где-нибудь там под корочкой вспомнить это видео. И вспомнить, что самое главное здесь это не паниковать. Просто нужно расслабиться и отпустить ситуацию. Потом, когда вы пройдете это течение, вы сможете спокойно из него выплыть. Это будет сделать непросто, но я надеюсь, что это видео увеличит шансы того, что вы вспомните об этом совете. Берегите себя. Если ваши друзья и знакомые сейчас на Бали или сюда едут, то поделитесь с ними этим видео. Может быть, вы спасете их жизнь. С вами был Игорь Полтавцев с Остроба Бали. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok